Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 2, 7, 6. Давайте приступим. Для этого скачиваем пакетрейсер и сразу же открываем. Он, как обычно, открывается буквально несколько секунд, так что мы просто ждем. Сейчас он должен открыться. Вот он. Вот наш пакетрейсер, он уже открылся. Тут нам нужно ввести имя, дальше ввести email и ввести вашу группу. Например, вот так. И окей. Подпишем. Задание перезагрузится и мы сможем приступить к настройке. Я случайно дважды открыла задание, поэтому одно из них мы сейчас закроем. Нажмем тут окей. Секунду. И закроем. Не сохранять. Все, теперь у нас одно задание. Закрепляем нашу инструкцию вверху, чтобы она никуда не терялась. И смотрим, что нам нужно сегодня сделать. Мы сегодня будем настраивать наше устройство и настраивать самые обычные, стандартные конфигурации. Давайте приступим. Первое, что нужно сделать, нам нужно настроить S1 и S2. Как настраивать, у нас указано ниже. Первое, что нужно указать, это имя хоста. Открываем S1. Enable. Conf.t. И с помощью команды hostname указываем S1. Готово. Я буду это проделывать сразу на двух устройствах, чтобы потом не возвращаться уже к S2 и не вводить те же команды. Enable. Conf.t. Ctrl-Shift-6. Если у вас начинается транслейтинг. Conf.t. Hostname. И указываем имя хоста. Например, у нас это S2. Готово. Далее, что нужно сделать, настроить пароль CISCO для консольного порта и настроить класс как для привилегированного режима. Для этого первое, что мы вводим, это line-консоль-0. Line-консоль-0. Пассворт и пароль у нас CISCO. Готово. Готово. И обязательно логин. Готово. Повторяем то же самое. Давайте сделаю do show history. И скопирую вот эти вот команды. Copy. Paste. Последняя команда нам не нужна. Готово. Таким образом, мы настроили и там, и там, хостнейм и пароль для консольного порта. Дальше настраиваем пароль класс как привилегированный пароль для executeMod. Для этого ctrl-c, conf-t и пассворт, ой, enable, пассворт и класс. Готово. То же самое и здесь. Exit, enable, пассворт, класс. Готово. Давайте нажмем кнопку check results и посмотрим, что у нас уже настроено. У нас есть настроенный, у нас настроена консольная линия. Нужно настроить еще раз на S2 хостнейм, потому что я сделала там ошибку. И настроить enable secret. Открываем S1. Enable secret. Класс. Готово. И здесь также enable secret класс. Готово. И здесь перенастроим хостнейм S2. Все. Проверяем, что мы все сделали правильно. Здесь готово. И хостнейм почему-то не работает. Хостнейм S2. Все. Нужно было писать S с большой буквы. Что нам нужно сделать дальше? Давайте настроим баннер. Для этого вводим команду banner. Mod. Откроем скобочки. Копируем текст для баннера, который у нас уже здесь указан. И нажимаем кнопку paste и закрываем скобочку. Тут баннер мы настроили. Открываем предыдущее устройство. Баннер. Mod. Скобочка. Paste. Скобочка. Готово. Смотрим, что нам нужно сделать еще. Чек, пожалуйста. Давайте и проверим, что все окей. Да. Осталось настроить VLAN 1 на каждом из устройств. Для этого открываем S1. И открываем нашу табличку. Интерфейс. VLAN 1. Указываем IP-адрес. Paste. Маска под сети. Paste. Я ввела команду два раза. Бывает. Давайте видим еще раз. IP-адрес. Еще раз копируем IP-адрес. И еще раз копируем маску под сети. Готово. Настроили IP-адрес. Далее. Вводим команду NoShotBound, которая активирует наш интерфейс. Готово. Точно то же самое проделываем на втором устройстве. интерфейс. Готово. Интерфейс VLAN 1. IP-адрес 192.168.1.254. И маска под сети 255.255.255.0. NoShotDown. Готово. Давайте посмотрим, все ли у нас правильно. Да, все окей. Мы нигде не допустили ошибок. И у нас все теперь зеленые. Осталось сохранить StartUpConfig, чтобы при перезагрузке роутера у нас все наши настройки сохранились. Для этого вводим команду Ctrl-C и копии RunningConfig, StartUpConfig. Еще раз спрашивает StartUpConfig. Enter. Готово. Откроем S2. Ctrl-C. StartUpConfig. Готово. Таким образом, мы полностью настроили нашу S1 и S2. И осталась настройка только компьютеров. Открываем ПК1. IP Configuration. И тут указываем IPv4 адрес. Копируем. Вставляем. И опять-таки скопировали. И вставили. Закрываем. Открываем ПК2. IP Конфигурация. И точно то же самое. Закрыли. Таким образом, мы полностью настроили нашу сеть. У нас 100 баллов и 100. И все вот эти настройки зелеными галочками, что показывает, что мы настроили все правильно. Таким образом, мы научились настраивать IP-адреса и пароли на наших устройствах. А на этом все. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.